А помните, как Давидча весь интернет просто ржал над древними танками Т-55 и прочим оружейным антиквариатом для захватчиков? Да, так как-то. Так вот, знаете ли, все-таки зря. Вторая армия мира доказала, это не позор. Мы вам еще покажем, Кузькину мать, вот это вот настоящий позор. Теперь на фронт бросают, не угадаете, кавалерию. И самое смешное, что все это всерьез. Командир полка с позывным башкир похвастался, лошади теперь выполняют боевые задачи. Эти кони уже прошли военную подготовку, они приучены к громкому шуму, к звукам стрельбы и разрывов снарядов. Ну, что тут скажешь, боевые кобылы в 21 веке это, конечно, мощь. Век дронов, ракеты современных танков, именно лошади станут вершиной тактики второй армии мира. Уверяют, что это якобы даже круто, Ну, потому что можно бесшумно и незаметно доставить до 200 килограмм груза. Ну, конечно, кто же не заметит на фронте лошадь с грузом в 21 веке? Это же очень необычно и очень незаметно. И самое интересное, захватчики уверены, что лошади помогут в поддержке боевого духа. Мол, таки смогли повторить, как деды, на конях, шашкой нагло, гойда. Ну, а если боевой дух поддерживается лошадьми, то, видимо, ситуация действительно тяжелая. А что вы думаете по этому поводу? Пишите мнение в комментариях. И каждый лайк – это ваш вклад в распространение этого позора оккупантов.